Процентные ставки по ипотеке снизились по сравнению с прошлым годом и приближаются к докризисному уровню. Об этом сегодня рассказали эксперты рынка недвижимости. По словам специалистов, сейчас кредит на квартиру можно взять под 12-14% годовых. В связи с этим красноярцы стали чаще брать ипотеку и на первичное, и на вторичное жилье. Сделок стало на 21% больше, чем в 2015. Тем не менее, некоторые эксперты видят отток покупателей с новостроек в пользу вторички. Люди боятся вступать в долевое, опасаясь, что строящиеся объекты так и не сдадут. Что же касается цен, то они, по данным агентств недвижимости, стабилизировались и дальше падать не будут. На первичном рынке снижения стоимости квадратного метра практически не происходило. Небольшие изменения в пределах 7-10% в год. Происходила корректировка и то в основном за счет того, что на рынке появлялись новые объекты с уже более низкой стоимостью. Рост числа сделок относительно 2015 года, он, конечно, незначительный и нельзя говорить о каком-то устойчивом росте и так далее. Мы статистику проводили, в отдельные месяцы у нас было до половины всех покупателей, они используют материнский капитал. Ну, из тех, кто оформляет ипотеку. У них есть сейчас эти там 400 с лишним тысяч рублей, да? Проще вот сейчас эту бумажку каким-то образом вот обналичить, скажем так, то есть вложить в недвижимость. Мы видим, что вот такая достаточно большая часть людей вышли на рынок. Вот они сдерживают, они не дадутся нам дальше упасть. По мнению экспертов, тем, кто решился на покупку новой квартиры, ждать лучших условий не стоит. Сейчас самые выгодные процентные ставки с 2014 года. То же касается и тех, кто продает свое жилье. Специалисты объясняют, уже сейчас это сделать непросто. Слишком мало покупателей и много предложений на рынке недвижимости. Поэтому продать свою квартиру можно только серьезно, сбавив цену. Также эксперты дали советы тем, кто вступает в долевое. Не гнаться за подозрительно низкой стоимостью и тщательно проверять застройщика. Можно также посмотреть на сайте стройнадзора, входит ли ваш застройщик в число недобросовестных. А на сайте арбитражного суда есть ли против него иски. Обязательно запросить информацию. Все дома строятся на земельных участках. Информация выдается на земельный участок. То есть регистрируются ли сделки в отношении таких домов. 100 базов. Да, информация запрашивается. Кадастровая палата на сегодняшний момент выдает информацию. То есть выписку из ЕГРП на земельный участок. В котором будет поименовано в отношении каких объектов заключались сделки. И кто является участниками долевого строительства. Кто является застройщиком. Продолжение следует... Продолжение следует...